Пока мы четыре месяца бороздили просторы Атлантического океана, по радио передали мою старую песню «Снег» в исполнении для еще молоденького Кобзона, и ко мне пришла делегация басманов с просьбой написать песню про моряцкую жизнь, так вот как-нибудь попроще и посильнее, и все такое. Я написал такую песню, которая была тут же реквизирована с главного исполнителя, главного старшина Авчухова при Суровной Лычке он был переведен в рядовые матросы, ко мне пришел замболит и сказал, ну вот интересное дело, вы вроде интеллигентный человек, что же вы наделали? Ведь я ни ночи не сплю, все время воспитываю личный состав в духе беспредельной предности партии по лицам. А вы мне раз разложили весь, вот и я уже испугался, как это я разложил? Я говорю, это ваш текст, я говорю, мой, он у Авчухова бедного добрался, признаю немножко. Да, ну хоть хорошо, если осознаете, если не придется дознание вести. Ну, когда мы придем к Балтийск, все будет особо отдел плода разбираться за моральное разложение экипажа. А вот все-таки вы мне скажите, все-таки, вот как же так вы додумались, как же можно так оскорбительно писать про женщин или про советскую женщину? Где? Ну как, это же в вашей строчке. Вот ясно вы пишете, что у женщин есть грудь. Это что ж такое? Я говорю, вы на сельское мигаете? А дальше он сказал, а для советского человека любви грудь – это не главное. Главное – это морально-миноблик. Только я сразу понял, что мы с ним, значит, общего языка не найдем. И вот, ну и в 7-е время Балтийске он доложил, когда надо, меня с борта не выпускают. Это 62-й год на дворе. Кажется, все мои плавания всегда прекратятся. Но замполит главный Балтийского флота, дважды прососновенного, контр-мирал Теоргиевич Почипаевна, решил проблему иначе. Он послушал песню, снял фуражку, вытерл его и сказал, от чего плохого? Песня правильная, сказал задумчиво. Так кто-то из его офицеров мне рассказывал за рюмкой потом. Она показывает, что моряк должен любить море больше, чем бабу. Разрешить! У него была решена судьба не только песня, но и автора на долгие годы.